Ну что ж, лучшие восемь пирогов и одна свечка именно так утверждал один из самых очаровательных мультперсонажей в самом расцвете сил. Он был уверен про подарки и угощения, он знает все. А какие правила этикета актуальны сегодня? Что дарить? А чего дарить не стоит под бой курантов? Спросим у специалиста по этикету в нашей студии Александра Раль. Доброе-доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Александра. Ну мы знаем, что люди делятся на две категории. Для одних лучший подарок это тот, который был фактически выпрошен или обозначен. Я подошел, что тебе надо? Кофеварка. Получи кофеварку. Вот именно такой в лоб. Спасибо. Вот такой подарок. Для других нет ничего милее, чем подарок-сюрприз. А с точки зрения этикета какой подход более верный? С точки зрения этикета оба подхода достойны уважения, поэтому так как цель нашего подарка выразить любовь и внимание к человеку, то мы используем оба подхода в зависимости от того, что человек от нас ждет. Если кофеварку, то кофеварку. Если сюрприз, то сюрприз. Ну да, все-таки да, элемент сюрприза тоже важен, особенно в Новый год. А вот как правильно принять подарок? Потому что кто-то забирает и думает, я потом открою, буду кайфовать от каждого момента. А может быть нужно сразу открыть подарок, чтобы вот даритель как-то увидел реакцию? Ну, мы говорим о Новом годе, у нас все-таки заложена какая-то традиционность, и она заключается в том, что под елкой лежат подарки, они для всех. Если мы приходим в гости, потом, скорее всего, будет ритуал открытия этих подарков, да, открывания этих подарков. И поэтому публичность подарка все-таки лучше заложить заранее, понимать, что его откроют при всех. Это не день рождения, да, это все-таки. А вот короткое уточнение к первому вопросу. Я подумал, вот о чем. А корректно ли просить подарок? Потому что ты можешь назвать кофеварку конкретной модели, а она стоит ого-го, и тем самым ты ставишь человека в такое... Все-таки корректнее обозначить категорию, направление, идеи, может быть, ссылку с примером, но не конкретно вот это. Хорошо. А как корректно предать, предать, отдать? Принять то, что, скажем так, не особо ожидал получать, и Дед Мороз не угодил. Да, 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 Дед Мороз не угодил. Да, здесь наша задача сохранить лицо того, кто нам дарит, и свое лицо тоже. Поэтому разочарование мы не показываем. То есть надо как-то сказать спасибо и выдавить из себя счастье? Счастье не надо выдавливать, сказать, что хороший подарок, спасибо за заботу и внимание. Я его передарю, как сказала Людмила. Вот, кстати, зазорно ли передаривать подарки, когда он не столь индивидуален, а, может быть, это какой-то типовой набор, который действительно может кому-то пригодиться больше и лучше, чем, например, мне? Ну, вот в вашем вопросе заложен ответ, по сути. Вообще-то, конечно, передаривать не надо. И более того, я скажу, что надо избегать ситуации, когда человек может подумать, что мы что-то передариваем. То есть идти и покупать то же самое, чтобы подарить еще кому-то. Вот. Обрадовать другого человека тем, что тебе не пригодилось, хорошо, но это не передаривание. В таком виде. Смотрите, сейчас очень интересная тема, мне кажется, многие петербургцы об этом думают. Подарок начальству. Вот какой он должен быть? Чисто символическим. Либо нужно всем собраться, там, скинуться и подарить какой-то весомый, дорогой подарок, и это как бы будет хорошо. Вот как поступить коллективу? Скорее всего, первый вариант, символический подарок. И этот подарок должен отражать наше уважение, наше внимание к старшему коллеге, к руководителю. Что-то символическое. Ну, вот, например, приведу пример. Создать какой-то ящик пиратов и туда положить свертки с пожеланиями, или свертки с благодарностями, или, может быть, какие-то шутки. Без подарков, просто свертки. Да, 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 да. Потому что важно здесь внимание и наше отношение к руководителю. Что касается подарков-сертификатов, куда бы то ни было, ведь кто-то может подумать, тот, кому этот подарок будет преподнесен, что все, обо мне не подумали, а откупились с каким-то базовым сертификатом, никто не подумал о моих каких-то желаниях, вот дали сертификат, что с ним делать не знаю. Ну, тут вот подарок, сертификат в подарок, в принципе, неплохая вещь, не зря она придумана, и более того, очень популярна, поэтому мы не будем ее отрицать. Другое дело, надо подумать о двух моментах. Это направление этого сертификата. Например, человеку, который любит отдыхать на даче, не нужно дарить сертификат в развлекательный центр, где он вынужден будет провести целый день. Это во-первых. А во-вторых, сумма. Вот если в Nail Service мне подарят 1000 рублей, что я там буду делать? Ну да, можно же доплатить. Там не хватит ни на одну процедуру, а это уже будет меня обязывать доплатить. А, ну да, то есть вот это очень хорошо. Да, да, да. То есть получается, что мы в сумму этого сертификата вкладываем еще сумму, которую... Которую придется потом доплатить. Будет неприятная ситуация в любом случае. Да, то, что мы экономим наше время и наши силы, мы вкладываем вот в деньги сертификаты. То есть сертификат будет подороже, получается, чем подарок. А если деньги? Вот, вот тоже вопрос. И еще, знаешь, вот Коль, хотела бы этот вопрос направить, потому что вот именно в новогоднем, скажем так, контексте, потому что иногда же там деньги дарят очень часто, а вот в новогоднем контексте, насколько это правильно, волшебно? И в какой валют? Дед Мороз, да, вы тоже. Хороший вопрос. Дед Мороз не ходит с мешком денег все-таки. А еще это не ходит с мешком денег, где у него большой мешок. Хотя за такие интонации, понимаете, в той стране ходит, да, только с деньгами. У нас другой Дед Мороз. Все-таки не ходит, да? Все-таки не ходит, да. Но если какой-то очень близко родственный Дед Мороз, и вот он знает нашу ситуацию, что нам лучше деньгами, тогда может быть. С банковского сектора. Но это уже другой момент, да, я как специалист по этикету не могу это советовать, но такое бывает. Давайте успеем еще обсудить стоп-лист для коллег, для друзей, для родных, что точно дарить не надо. Точно дарить не надо, начнем с коллег, все, что относится к личному использованию. Туда включается не только парфюмерия и косметика, но еще и предметы быта, но еще и предметы интерьера, и одежда. Ну вот, все, что... Потому что мы своим подарком как будто внедряемся в личную жизнь коллеги, а он этого не хочет. То есть он будет уже обязан отчитаться потом, правильно? А что касается близких людей, то наоборот, стандартный подход здесь, скорее всего, не очень подойдет. Что-то такое вот... Что-то персональное, необычное. Да, что не имеет персональности, не стоит. А вот знаете, как сейчас популярна такая игра, Тайный Санта, будем называть это Тайный Дед Мороз, когда все в компании тянут бумажки с именами, и получается один человек одному дарит какой-то весомый подарок, и все в компании с подарками. Но бывает так, что люди не совсем знакомы, скажем так. Вот есть ли универсальный от вас совет или, может быть, рекомендация, что интересного подарить малознакомому человеку, но вот не разочаровать его в новогоднюю ночь? Вот прям конкретно. Что-то, что нас связывает в данный момент. Это новогодняя ночь и что-то подходящее под новогоднюю ночь. Украшения, гирлянда, сластие, вот такое. Что-то такое универсальное. Что-то универсальное. Настроенческое. Настроенческое именно под тему Нового года. Спасибо. Александра, спасибо вам за целую серию советов о том, как правильно провести новогоднюю ночь, как правильно дарить подарки, как правильно принимать подарки.